то есть это вот 45-50 тысяч ушло просто на работу то есть каждый день это была тупо борьба то есть эта дверь которую вот даже надо реально то есть минимум 8 человек чтоб просто перевернуть с места на место спешить но как это сделать вот реально бежать там я не знаю такое понятно можно где-то заказать я не знаю я даже не знаю где такое можно это 50 тысяч всех приветствую на канале взломостойкие дверей и сейфов компании монолит мы находимся на нашем как всегда производстве здесь получается я сижу с владом мы уже больше десяти лет занимаемся такими дверьми и это в собственно влад собирал эту дверь и андрей тот человек который эту дверь сваривал это тоже которого человека уже знаю тоже больше трех лет он пришел как специалист по сварке дверями хоть он и не занимался до этого но при этом по сварке он занимался именно очень ответственными там гидравлические всякие узлы то есть там где требуется особое качество работы сварщика то андрей один из большого количества сварщиков которые приходили и даже там никто даже варить ничего не давал потому что это было понятно то еще то есть нужен был человек собранный аккуратный который не пытается сделать быстро думает на том как сделать качественно скорости уже переходим все потом то же самое можно сказать из-за влада то это никогда не замечал за ним что человек там рвался бегом быстрее то есть и какие-то были то есть но здесь таких людей у нас нет и в принципе это видео наверное ну чем не как бы и подумал его вот такого формата попытаться донести мысль того что ну можно ли в принципе сделать вот такую ну такую либо вообще как мы даже самые наши простые двери можно ее сделать там несколько раз быстрее и за счет чего может это скорость получиться заказчики ко мне бывает так обращаются там постоянные заказчики либо ну там к которому человеку понадобилась принципе дверь но не такая как бы защитная может быть не такая классная как и он ее у нас покупал ну как бы дверь попроще я всегда отвечаю на этот вопрос плюс-минус ну вот как это может быть допустим вот если я владу либо андрею ну скажу примеру ну давай сделаешь ты дверь там похуже то есть там сделаешь ее там попроще там то есть но то на что мы заточены к счастью не пересекается с попроще полегче похуже тем более то есть но такого понятия нет допустим на конкретно вот примере вот такой вот чудовищные двери можно поговорить вообще о сроках изготовления и возможности изготовления такой двери но кто может в принципе вот взяться за такой заказ то дверь которую вот даже надо реально то есть минимум 8 человек что просто перевернуть с места на место то есть но здесь но не не может справиться ни один человек хоть он там будет веростюк и два человека там три то здесь нужна команда сбит которые мало того что как сама как сам по себе автономная единица каждый человек сам по себе ценен но это человек каждый сам по себе может выполнять такого сложнее работу при этом и работа в команде которая не мешает друг другу ну такое как бы изделие он невозможно как бы ну даже и ну и подумать о том чтобы вот там сделать каким-то бытовым там инструментом где-то там на коленке вот в целом то есть заточный просто сколько у него ушло времени на вот такое вот как бы изделие вот первый кто этим занялся андрей то есть но андрей то есть андрей этим проектом занимался вот мы сейчас ну примерно по времени то есть мы из них не совсем подготовлены андрей то есть вот сколько у тебя по времени то Мы реально ее мучили, я не помню, 3 недели. В чем была, на твой взгляд, сложность таких вот, ну то есть, можешь что-то пару слов сказать? Сложность, она эксклюзивная, и она все делается в первый раз, и все высчитывается. Она даже не как в первый раз, как уникальная, то есть, ну, нет такого, что вот именно, понятно, было там и с кем, допустим, связан, ну то есть, такую конструкцию делали, другую, ну, как правило, такое изделие, оно получается, в целом, оно уникальное, то есть, требует уникального подхода к каждому узлу. Ну, вот, шоу, допустим, я помню самое одно из таких, ну, во-первых, что физически, то есть, ну, физически можно ее, вот, как бы, ну, вот, реально, сколько надо сил, ну, ты же, ну, здоровый мужик, ну, реально, у тебя аж, ну, сил немерено, то есть, ну, ты бы мог это делать еще быстрее? Если бы мог бы делать, но не получается. Вот физически тоже, ты вот, каждый день это был, то есть, истощенный, как бы, человек, то есть, уставший реально, то есть, ну, и умственный, физически уставший. То есть, к концу дня, безусловно, то есть, там, мы там, много у нас заняла вот эта внутренняя ригельная система, то есть, она много заняла, потому что там, что-то там утверждали, что-то там слегка менялось, то есть, что-то получается как бы делали вначале такие черновые варианты потом уже то есть переходили к таким более точным подбирали как лучше ну а рихтовка что ты думаешь вообще заряд ну вообще как ее проблема сварить так чтобы я не покрутил отрихтовать ее нереально да вот рихтовка получается всегда когда варишь по-любому его деформируют по-любому вот получается и только его деформируют либо совсем ну что его уже вообще ничего не сделаешь либо его деформируют еще так что вот реально вот здоровому мужику хватит сил вот я помню когда мы приварили вот этот контур ну 16 помнишь на что вообще произошло то есть но с дверью это не этот контур и это то есть вот вообще ну она нашла вот каждая то есть но новая операция она занимала как сама подготовительной работы занимали там несколько дней нарезка там то есть подгонка потом сварка ну что самая печальная потом рихтовка вот это вообще сколько но ну вот это я помню эти 10-12 после вот этого контур рихтовал а потом и только после вот этого то еще не сколько дней там в devout а он орать и напряжения не скопились ну вот вроде бы как она была ровна и все но они вот реально сидели ждали как только ты дал дополнительное напряжение но это все это реально то есть всю ее выкрутила короче говоря но все заново 5 на несколько дней то есть работы ну и вот так я тоже не представляю как это может сделать быстрее быстрее можно будет кривой типо да одну заодно можно типа отработать там нарезать сразу на несколько к примеру там как-то это но опять же больше физических сил у тебя не будет от этого все но она требует реально физически дофига и больше я молчу мы сейчас еще не вот допустим не берем в учет модури за три человека с этим занимались но на самом деле еще тут токарных работ то есть ну по сути ну вот так вот если собрать его эксклюзивность и уникальность каждой детали то это ну на несколько дней ну а то и скажем так чуть ли не на рабочую неделю токаря который вот вот это все точил подготавливал и еще не доточил еще надо дотачивать доделывать теперь по сбор то есть каждый день это была тупо борьба чем-то ну как с веса начиная от веса ну да вообще с какими-то вот этими толщинами то есть то что здесь ничего не подходит тут чего не коснись она вообще то есть но его надо что засовывать пересовывать шоу вот это собирать разбирать то есть она и но это не то что там вот образно как разобрал там сеть это все открыто здесь вот это вот все ригеля там то и допустим чтобы не добраться надо там каждый все в разных контурах все разбросано то есть но вот эти уже когда чистовые мелкие допустим подгоночки когда уже такие миллиметры ну даже полу миллиметра реально ловятся спешить но как это сделать вот реально бежать там я не знаю вот допустим шоу что ты можешь сказать вот опять же то есть вот эта ригельная система насколько мы с тобою но вообще в целом вот этой двери я помню мы первые две недели ушло первым да и вот образно еще вот эти пол недели но у меня это ушло где-то в районе трех дней это были это было перезапорная система но и плюс вся ригельная система с которой мы очень долго боролись потом вот эти съемные панели съемные панели вот это ну шоу ну день то есть но фактически дал дал только на одну вот деталь чтоб она снималась одевалась то есть я уже даже не беру вот это что ты там отмечал это все делал на самом деле она все как бы ну под остановила ужасно остановилась две недели ты минут мы там одну там что-то дверь какую-то пропихнули там кое-как то есть 2 недели мы морил вот это и вот там еще остаток там где-то полнедели ты так одним глазом здесь что-то я здесь что-то получается да да студенту что тоже там что-то поэтому но ужасно то есть три недели две недели это пять недель по человека часам если бы он был мне не интересен вот реально не интересен то я его мы вообще не готов даже не за какие деньги делать ну меня вообще то есть здесь самое важно то есть у меня это но интересно есть вот этого всего то есть вот трезвая что-то сложное как бы этот но на самом деле вот эти вот пять недель чего занимались и то же самое 5 неделю меня там отчасти я бы участвовал при этом я до этого там недели две думал и то есть вот последние там несколько дней я уже непосредственно участвую, там что-то регулирую, то есть выставляю, то есть с токарем, сколько мы с фрезеровщиком вот эти все детали все продумывали, что-то делали вытачки, переделывали, перетачивали, то есть это вот получается, грубо говоря, еще возьмем там ну пол недели, допустим, токарь, то есть для 3 недели, 2 это 5, но здесь полнедельки и полнедельки только, это 6 недель, сколько вообще, ну и это 6 недель, то есть на самом деле не просто один человек и потом второй, третий, то есть это по сути заняло там часть производства, часть производственного процесса, то есть полтора месяца, то есть делалась вот такая вот дверь, то есть непрерывно и безусловно, то есть как вот допустим один специалист, второй рассматривает, ну то есть человек, то есть если перейти к цифрам, то есть мы говорили о цифрах, о трудоднях, а теперь допустим, о цифрах, сколько такая работа может стоить я свою точку зрения сказал что мне допустим только питает интерес то есть вот таких проектов то есть но проще как бы курировать 10 дверей 15 то есть вот что мы делаем даже мускул там даже скала то есть это чем допустим висеть таком проекте то есть но он никогда жизни но не окупит то время то и тот ресурс производства но он никогда то есть это только интерес то есть вот именно азарт вот этого всего людям специалистам нужно получать в любом случае то есть в любом случае каждый условно там за вот такой вот свой трудодень у нас ну такого нет понятия что там простоял там ничего не получил то есть среднем это 1000 гривен каждый человек вот свой рабочий день он отдает свои силы он отдает свои знания опыт он отдает свое внимание все то есть он там не сидит в телефоне и не ждет то есть пока там вы там высохнет клей то есть вот человек то есть это минимум в среднем должен отдавать 1000 гривен даже вот самое грубо то есть это только 45000 то есть пошло просто на работу по такому двери это мы не берем это мы взяли грубо опять же я не взял работу получается свою то есть амортизацию производства амортизацию там вообще то есть то что это помещение занимает то что у остальное производство части но простаивать потому что то есть но некоторые допустим только он занят тему не может чем-то другим заниматься то есть это вот 45 50 тысяч ушло просто на работу то есть считать дальше металл ну можно конечно считать дальше металл можно считать что здесь стоит цилиндр за 15000 можно считать что здесь стоит чиза-мапа которая тоже там выходит там 500 там пусть долларов то есть вот этот комплект выходит то есть но если это все посчитать там замки условно на полторы тысячи долларов то есть замков я уже молчу что в эти все толщины ну как какие нужно брать размеры этого металла не таки там не отрежет кусочек там полосы или чего-либо то есть это берешь какой-то определенный объем но мы даже не будем это считать мы не будем говорить эту краску мдф то есть это фурнитура это мой даже не риму просто посчитали одна работа то есть но это без амортизации производства оборудования всего это 50 тысяч такое понятно можно где-то заказать я не знаю да я даже не знаю где такое ну можно может что-то на прихватках конечно такое соберет на там и у него займет меньше времени все ну чтоб это не просто не разваливалась чтобы это не слов защитной функции это нужны люди которые в этом разбираются которые вложили свои я повторяю знания опытность в этот процесс поэтому это не может стоить дешевле поэтому вот такая вот сегодня лирическое такое отступление всем спасибо за внимание если вам заинтересовала там наши стандартные модели либо не стандартные обращайтесь с удовольствием вам поможем изготовим познакомил вас нашими специалистами влад андрей поэтому вот такая вот ситуация бывает всего доброго до свидания